привет друзья тема гордыня о хорошая тема что с вашей гордыни не так да привет давайте разберемся что такое гордыни пишите гордыня не гордиться вообще гордыни это хорошо мы уже уже знаем с вами да кто смотрит мои эфиры читает посты что все что существует это почему-то хорошо нет ни плохого не хорошего но нейтрально просто мы не так готовим не так используем не понимаем суть этого всего и как можно это использовать себе во благо в развитии в движении вот поэтому и гордыня в том числе это тоже хорошо почему то просто вы не понимаете суть этого чувства давайте с вами просто разберем если кому интересна эта тема гордыни давайте присылайте что для вас гордыня что это такое гордыня это типа гордиться что плохого в том что вы гордитесь собой гордитесь своими достижениями вы растете гордость это очень хорошо но перебор с гордостью это уже перерастает в гордыню но гордости это хорошо гордиться собой своим телом страной гордиться людьми там родными близкими гордиться своим отам обучением или то что вы делаете своим творчеством гордость это очень хорошо вопрос когда вы уже эту гордость ставите на первое место типа вот я такой да а вы все чмошники вот тогда гордыня уже идет как на унижение но можно эту гордыню же использовать в свое развитие гордыня унижения равно унижения да вот если вы начинаете унижать других для того чтобы возвысить себя то конечно же ничего хорошего как мы можем унизить других если вы даже чай вот мой любимый пример просто на пример если обратите внимание все станет на своих местах новички наверно не слышали чтобы попить чай вам нужно чтобы все умы мира все люди прошлого настоящего трудились ради вашего чая кто-то изобретал электричество кто-то делал стекло кто-то производил дома кто-то очищал воду кто-то научился добывать бензин который нужен для того чтобы заправить какие-то инструменты что чтобы изобрести сделать потом работать какой-то завод то есть мы не можем попить чай пока у нас не будет чайника изобретенного пока у нас не будет электричество подведено к дому пока у нас не будет воды пока у нас не будет самого дома да где мы можем попить чай чайный пакетик нужно изобрести бумагу на бумаге что-то написать изобрести пароход блин стать этим капитаном судна чтобы довести этот чай со шри-ланки допустим до вырастет чай сушильные аппараты чая изобрести удобрения блин изобрести или не знаю кто там выращивает как может удобрения не нужны не знаю не важно каждая мелочь участвовала для того чтобы вы попили чай как вы можете себя возвышать да а унижать других если функция каждого человека нужна для взаимодействия в социуме как единый организм то есть мы ничего без других не можем сделать даже играть на тех же барабанах есть такая притча очень классный анекдот типа блин если я буду овец для того чтобы шкуру их потом освеживать выращивать да и барабаны сам делать когда же играть буду да когда же я буду наслаждаться игрой на барабанах очень много людей участвовали в процессе создания любой мелочи в вашей жизни поэтому ну невозможно принижать работу других потому что ты останешься ни с чем и я считаю что нужно гордиться блин каждым человеком неважно какой бы он вклад в эту жизнь внес крупинка любого вклада человека она влияет на все что у вас вокруг есть люди это наши ресурсы люди это наши глаза наши руки наши ноги наши мозги то есть вы же не только просто ваше тело да мы все клеточки единого организма и мы друг без друга никто мы друг без друга не можем ничего даже попить чай поэтому вот это вот унижение но она вообще дурацки бесполезно потому что если вы кого-то унижаете вы унижаете себя в первую очередь больше никого потому что все люди это ваше отражение вы и продолжение вас хороши эти барышни я не хорошей все фильтры и косметика скажи от чего проблемы шеи ну шея смотреть в разные стороны да это наша гибкости видеть ситуации с разных точек точек зрения с разных углов вот сейчас был такой у меня пример на ютюбе молодой человек или тоже девушка я не знаю не разобрала персонаж посмотрел первую серию сериала про деньги и сразу же сделал вывод типа я так комментарий был такой типа я весь эфир ждал пока вы там взлетите и на такие семинары нужно приходить типа с нарисованными деньгами и вам не за что платить типа несете чушь и все подобное то есть человек посмотрел только первую серию где вела ольга дамажирова эту историю про то как мы творим как бы водная такая часть вот а в остальных сериях их 10 мы уже объясняем там с разных точек зрения почему у нас там нет денег благ или еще чего-то и как это все можно мотивировать как мы творим свой мир вот и такая вот первая серия была маленькая затравочка человек у него скорее всего тоже проблема со спиной шеи полностью не гибкость в том что он очень поверхностный мы очень много любим это вот как раз почему проблема шеи да мы очень много любим критиковать не поняв суть вещей то есть не углубившись не рассмотрев не поняв а вот просто услышали звон какой-то да вот услышали пару фраз и уже додумали сделали свои выводы полагаясь на свой собственный опыт не рассматривая а как это можно вообще увидеть взгляд со стороны там со стороны другого человека третьего пятого десятого то есть это наша не гибкость мы не видим с разных сторон то есть вот есть слон да мы на него спереди смотрим видим хобот мордочку ушки да но мы будем спорить с тем человеком который будет доказывать что слон это хвост и жопа а кто-то будет смотреть и говорить это большие там четыре трубы и что-то сверху большая тушка который не видит ни сзади ни спереди то есть каждый видит со своей точки обзора и вот если вы только держитесь за свою правду видя только вот какой-то свой кусок правды да и вы за нее держите вот шея нам это показывает что вы слишком вцепились в свою правду и очень узко смотрите на вещи а мы все привыкли смотреть только с одной стороны медали и сразу оценили это плохо это и хорошо но если вы обойдете и вокруг ситуацию обсмотрите да мы не привыкли так делать то мы можем всегда в хорошем увидеть очень много хренового что нас очень жутко тормозит и на самом деле это не так как нам кажется а на плохие вещи мы можем смотреть с более таких глобальных точек зрения увидеть что блин они во благо это хорошо ну просто и сначала не понимаем почему это хорошо мы сразу так шаблон ярлык повесили все это плохо и и капец вот на самом деле введите себе привычку на любые вещи смотреть блин почему это хорошо это это хорошая привычка тогда у вас будет хотя бы возможность рассмотреть а почему может быть вы не найдете почему но вы по крайней мере шире расширить взгляд пока будете обсуждать с разных углов то есть смотреть на любые вещи нужно с разных углов не только вот вот я так решил потому что у меня был такой опыт и все блин как светятся красиво огонечки так отчего проблемы с левым ухом так у нас опять психосоматика пошла она 20 уха да что то что то я не хочу слышать закрываюсь от информации опять же верить на нашлись с так surfaceла как чистого этапа активизации не хотела он получает мобород но и мы не счастливые İş game- народа теперь если но хочется закрыться да Левое — это ещё у нас уже и женское принятие. Я не могу принять эту информацию. Поэтому нам ухо транслируют, что я что-то не могу принять, осознать, считаю это плохим выкинуть из своей жизни, забыть, уйти от этого каким-то образом. То есть какую-то часть себя пытаюсь заблокировать. Надо вот осознать, что у вас в жизни такого происходит. Так, что говорит моя левая нога? Ну всё, пошла психосоматика. Опять же, левое — это женское, правое — мужское. Мужское — это делать, а женское — это принимать и желать. Вот нога. Я не могу принять, что мне нужно туда идти. Ну то есть я осознаю, что мне надо, но я никак не могу это принять, то есть что это моё желание. Вот, плюс не могу принять своё желание, что мне нужно туда идти. Я оттягиваю этот момент, нога сигналит, что пора. Так, подруга как-то когда-то книгу по величине груди читала. Я начинаю думать, что это возможно. Блин, возможно всё. Все наши правды подтверждаются. Всё, что считаете невозможным, оно невозможно. Всё, что вы считаете возможным, будет возможно. Вы удивитесь, что это возможно. Но чтобы поверить в эту возможность, это не так-то легко. Нужно убрать шаблоны, что мешает понять, что это возможно. То есть у меня не было такого опыта, это шаблон. У меня был опыт, что это невозможно, это тоже шаблон. То есть любой ваш опыт и убеждение, что вам когда-то говорили, либо вы сами решили так думать, вот с этими шаблонами нужно поработать. Действительно ли это так? То есть задать себе вопрос, выписать список, почему я считаю, что это невозможно? У меня был негативный опыт, либо какой-то опыт был, опыт у моих друзей. А почему опыт друзей должен повториться на мне? И почему я считаю, что в этом мире, в котором каждый миг неповторим, должен повториться тот опыт, который у меня был в прошлом? Вы понимаете, что в жизни нет ни одной песчинки одинаковой и ни одного мига, который мог бы повториться? Ни один миг неповторим, и его уже не будет. А почему мы считаем, что наш старый опыт опять должен быть таким же? Нифига подобного. Пока вы в этом убеждении, в шаблоне живёте, вы этот опыт сами проецируйте, чтобы он повторялся. Но как только вы поймёте, что ничего не может повторяться, он не будет повторяться. Это опять же наше убеждение. Мы творим мир, мысль, чувство и на него решение, принимаемое на это чувство. Всё, принимаем решение, наш мир отряжает это решение, которое мы принимаем. Сто лет не виделись. О, я что такая старая? Привет древним! От древней. Так. Что-то вы перепутали, чем выше вибрации души, тем легче материализуется мир. Ой, я не знаю, я не буду спорить на этот счёт. Так, 10 серий про деньги два раза пересмотрела, думаю, это ещё нужно. Чего? Ребята, это бомба, рекомендую, однозначно увеличила свой доход в два раза. Вот вам подтверждение. Эта капля в море то ли ещё будет, благодарём. Да. Нелли, а вот всё-таки алкоголь, разве это слив энергии? Это уход от реальности. Конечно же. То есть куда вы деваете свою энергию? На реализацию своих желаний, своих решений, своих мыслей, своего творчества. Либо вы в забытье просто прожигаете эту жизнь, чувствуете разницу. Так, что значит, когда человеку очень нравится, но чем конкретно не могу сказать. Вот ни почему и всё, что может притягивать, не идёт из мыслей. Да просто нравится, ни почему. Вы вообще не должны искать причины любви. У любви причин нет. Любовь — это тотальная такая штука, штука, которая творит нашу реальность. Любовь — это наш фокус внимания, наше наблюдение, которое мы творим. И мы для любви, почему мы должны любить других или себя, не должны искать причины. И нам не нужно выдумывать, за что себя любить или кого-то ещё. Поэтому даже не напрягайтесь, зачем вы это делаете. Как оградить себя от негатива на работе? Уйти с работы, блин, найти работу по душе, сменить коллектив, компанию. Вообще вот сегодня мы такую тему тут затрагивали. Со мной сейчас блогеры живут. Ну, мы сняли большую квартиру, и они приехали ко мне со спальни, семейная кухня. Я их очень обожаю. Вот, люблю прям. И мы сегодня обсуждали тему как раз-таки обучения и работы. Как многие люди идут работать не ради удовольствия, не ради проявления своих талантов, не ради того, чтобы творить и делать, что им хочется, а ради денег. Они так гробят свою жизнь. Это самое ужасное в жизни, когда ты ходишь на нелюбимую работу, когда тебе что-то там не нравится. Когда ты терпишь работу со змеями в коллективе, да, с жуткими, и делаешь то, что тебе не нравится. Это вообще просто ужасно. Нужно от такой работы уходить и создавать для себя нормальное пространство. Это шаблон, что работы нет, работы полно, но мы, русские, вообще не любим работать. Привыкли, чтобы ножки свесить, получать деньги и ничего не делать. Но работа — это единственное, что может вырабатывать нам энергию. То есть любое действие даёт нам энергию. Это работа, физика, пятый класс. Когда мы работаем, если нам трудно, от слова труд, когда мы трудимся, мы вырабатываем тепло, вырабатываем энергию. Мы эту энергию можем воплощать мыслями о зарплате, да, мы в деньги её возвращаем. Если у нас мысли куда-то уходят в другое русло, то неважно, мы когда трудимся, мы всегда вырабатываем ту энергию, которая идёт на наши мысли, на творение вот этой реальности, которую мы вокруг себя видим. И труд этот должен быть в кайф. Если мы делаем эту работу не в кайф, то вся наша энергия идёт на тяжесть вот этого труда. И то есть у нас дальше нет денег, либо с ними что-то случается, нам не дают зарплату, либо она слишком маленькая. А если мы получили эти деньги, они куда-то улетают, и мы не можем понять и куда. Слишком большие оплаты, налоги какие-то там и тому подобное. И вечно нам не хватает денег, потому что наша энергия не преобразуется в наше желание, а мы её вот на эту тяжесть тратим. То есть мы на той же работе, на которой должны вырабатывать эту энергию, мы её там же и оставляем. Поэтому делайте выводы, ребята, и идите. Никогда не поздно. Я в свои 38 лет сейчас пошла учиться на программиста, осваивать новую профессию. Я буду разработчиком приложений и хочу работать и на себя, и на иностранную компанию с международным дипломом. Короче, вообще, блин, я кайфую. Я так мечтала с детства опять закончить всё-таки этого долбаного программиста. У меня есть корочки программиста, но эти языки Basic и Pascal уже не используют. Это же вообще, когда я училась. И я всегда хотела закрыть этот гельштальт, блин, и отучиться. Я сейчас иду кайфовать. В 40-50 лет можно получить любую профессию. Сейчас у нас это делается легко. И самое, что интересно, я удивилась. Я захотела на программиста, выскочила реклама, 50% скидки. Я написала, они мне подарили ещё сверху 10% скидки. Ещё сделали рассрочку. 2000 рублей в месяц. Это надо же такое вообще? То есть я изучаю сейчас одну из самых востребованных профессий в мире, на которую не хватает специалистов. Она очень востребованная. 2000 рублей в месяц. Это меньше, чем я плачу за воду и свет, понимаете? И трачу 1-2 раза сходить в магазин. Да я лучше неделю не поем, поголодаю и покайфую. В нирване, в голодовке очень полезно, чем потрачу их на жрачку. То, что нет денег, это опять же шаблон в голове. Возможности, ресурсы, скидки, подарки тут же начинают прилетать, как только вы осознаёте, то, что любые отговорки, что нет времени, нет денег. Мне тоже вот нет времени. Я думала недавно такая, думаю, нет. На то, что я хочу, я найду время. Просто я не умею его использовать. Всё, время есть, оно бесконечно. Оно на всё есть. Вопрос, куда мы его тратим. Тратим на эти бесполезные инстаграмы какие-то с вами. Ладно там эфиры смотреть. А вот херню какую-то, да, круглосуточно листаем инстаграм, тикток и, не знаю, что мы делаем дома. Непонятного такого, блин. Кто-то дома сидит и вообще времени не имеет. Деньги и время — это отмазка. Это самая клёвая отмазка, чтобы ничего не делать. Но у вас тогда не будет энергии. А нет энергии, нет денег. Нет энергии, нет времени. Нет энергии, нет желаний. Тогда у вас вообще ничего нет. Но вам надо с чего-то, блин, начинать. Сын ненавидит меня, не понимая, почему. Ну, первое, потому что вы пытаетесь влезть как-то в его жизнь, а вам нужно заниматься собой. Отстаньте от него, вы видите вообще другую обратную связь. Второе — это ваш внутренний ребёнок. Это ваша лёгкость, детскость. Это ваше принятие любознательности, постоянно идти изучать новое. То есть вы ненавидите идти в страхе, в новое, в неизвестное, в изучении. Каждый день не изучайте. А нашему мозгу, это доказано учёным, это не голословные слова, вы можете посмотреть, куча информации есть в интернете. Минимум час в день человеку нужно внедрять новую информацию, о которой вы ещё не знаете, в ваши привычные действия, усовершенствуя их каким-то образом, любые действия, усовершенствовать новой информацией. Если вы этого не будете делать, вы засираете ваши мозги токсичными мыслями, бесконечными. Откуда берутся эти токсичные мысли? А вы как шарманку их гоняете о прошлом, о настоящем, о будущем, непонятно о чём. Потому что наш мозг растёт со скоростью 400 триллиардов, это научная информация, 400 триллиардов отростков в секунду, 400 триллиардов мыслей в секунду отрастает в нашем мозгу нейронных связей. И они либо заполняются чем? Новой информацией, которую вы внедряете, изучаете, либо вашими токсичными мыслями старыми, которые вы гоняете, постоянно вспоминая о чём-то там, прошлом каком-то, или проблем, или ещё что-то. Вам нужно заменять вот эти вот все мысли, которые вы гоняете бесконечно, которые творят вашу реальность, чем-то новым. И ваша жизнь будет постоянно новой, она будет постоянно меняться. И вот в этом изменении как раз-таки рождается вся эта энергия на исполнение ваших желаний. А вы что делаете? Вы ещё задаёте вопросы под моими постами. Ну или зачем выходить из зоны комфорта? Вчера такой комментарий подписала. Сейчас это модно делать, но нафига, не пойму, зачем. Зачем выходить из зоны комфорта? Ну действительно, зачем выходить из зоны комфорта? Если ваша остановка, обыденная жизнь, которая проецируется, проблемами, болезнями, безденежьями, устраивает, то, конечно, из зоны комфорта выходить не нужно. Но если она вас не устраивает, зачем вы ещё там сидите в этом болоте? Непонятно. Так, давайте дальше почитаю. Спасибо за эфир, иду в новое, такой, как делаю тут, чего боялась. Реально меняется жизнь. Каждый день, вот вам подтверждение. Каждый день приходит новое осознание, новая информация, всё меняется, всё работает. Вот, видите, подтверждение. Мой сын очень вспыльчивый, частенько слышу, что с кем-то подорвался. Наверное, подрался, да? Не могу разобраться, что он мне транслирует. Это ваша внутренняя драка между вашими желаниями, вашим принятием и вашим творчеством. То есть вы не хотите делать то, что вы хотите. То есть вы хотите, но не делаете. И не принимаете то, что уже сделали. То есть, получается, вы в позиции жертвы находитесь. Вот, и вам ещё и приходится отстаивать свои старые убеждения какие-то, да, чтобы не идти в новое. А ваш сын как раз-таки дракой отстаивает какие-то свои убеждения. То есть у нас когда конфликты, когда мы отстаиваем свои убеждения и не принимаем правду других людей. Тогда у нас идёт борьба. То есть, получается, вы не принимаете, ну, вот этот мир, который вы творите, что у вас вокруг. Ребёнок — это ваш внутренний ребёнок, ваша вот любознательность, ваша детскость. Ваша любознательность в контрах. То есть, получается, вы сопротивляетесь новизне. Вот, повторюсь. Две ночи подряд снится бывший, не видела его 13 лет. К чему это? К нам, когда приходят во снах люди, либо люди, которые вдруг, спустя десятки лет появляются в поле зрения и пишут там «привет», а они хотят вызвать нам эмоции. У нас был внутренний запрос на какое-то желание, допустим, или был какой-то вопрос, чтобы найти на него ответ. И все люди всегда притягиваются во снах, либо в реальности, для того, чтобы дать вам ответ. Он пришёл вам дать ответ. Ответ такой. Вспомни те чувства и эмоции, которые ты сейчас забыла. Когда был бывший, вы с ним познакомились, в каком состоянии влюблённости вы находились. Ну, бывший — это значит, он был когда-то настоящим, и когда-то вы были в него влюблены. И вот эти чувства вы забыли. Как находиться в чувстве влюблённости, когда вам море по колено, когда вам классно, когда вам наплевать на все проблемы, вы видите только кайфушки вокруг. Ну, вспомните вот это чувство, как вам с ним было хорошо. Вот это чувство вы просто забыли в себе, чтобы сейчас его воспроизвести, и тогда ваше желание, которое вы там себе недавно загадали, исполнится. Не хватает определённых чувств. Наш мир — это воплощение, плотная форма наших чувств. И чтобы мы смогли из материала что-то слепить в твёрдую форму наше желание, чтобы оно, это желание, проявилось, нам нужны определённые чувства, из которых сделано это желание. А вот эти чувства погашены в нас и не хватает. То есть тех материалов, из которых мы творим реальность, не хватает. То есть чувств не хватает каких-то, которые нужно вспомнить, прожить, прочувствовать, ну и находиться в этом состоянии. Так. Скажи, пожалуйста, вот про деньги. Можно заявить миру, что деньги придут и наблюдать? Как работает это? Это же не волшебная таблетка или всё в голове? Ну всё в голове. И да, заявить, что деньги придут, я не знаю, как мне интересно. У меня есть желание, и для этого желания у меня есть все ресурсы. У меня есть сила. Мне интересно, каким образом это произойдёт. Я не знаю, как, но мне интересно. И не денег нужно ждать, а реализация своего желания. А как оно реализуется? Через деньги, либо каким-то другим способом. Ну нет, у нас исполняется желание, а мы сидим такие, думаем, блин, ну я-то хотел сам купить. Это не считается, что мне подарили. Это же не считается, что я вот вдруг это уже исполнил. Мне нужно обязательно деньги, чтобы на них взять и исполнить своё желание. Что за бред вообще? Зачем вы деньги хотите? Вам нужно хотеть вообще другое. Деньги – это всего лишь понятное уму средство обмена одного состояния на другое чего-то. Деньги – это просто понятный ресурс обмена. И всё. Зачем вам хотеть ресурс обмена, когда вы можете пропустить этот этап? Вам нужно хотеть даже не желания, а понять, какие чувства я хочу испытывать, когда исполнится это желание. То есть я же хочу не само желание, а то состояние, которое мне это даёт. Неважно, мужчину я хочу, машину я хочу, дом я хочу. Я хочу состояние. Я хочу испытывать комфорт. Но этот комфорт я хочу испытывать, опять же, не в том виде, в котором вы себе его молюете, потому что комфорт – это убийца вас. Комфорт – это остановка. Опять же, здесь точно нужно понять, что вы действительно хотите. Если вы начнёте копать, то вы поймёте, что вам вообще ничего не нужно. Вам нужно всё время офигевать от кайфа новизны. Это единственное чувство и любви, которое вы хотите на самом деле. Испытывать радость, любовь, счастье. Ну, радость можно испытывать со слезами. Радость можно испытывать и со смехом. И любить можно по-всякому. Ну, вопрос, что вы, короче, не там ищите. Вы ищите материальные блага, а нам кайф трудиться, нам кайф творить, нам кайф видеть продукт своего творения, продукт своей работы, продукт. Это и есть радость и любовь, которую мы творим. Вот это вот всё. А сидеть на диване и мечтать, что сейчас на меня что-то там свалится, даже если на вас свалится, вы не будете удовлетворены, потому что в этом нет ни радости, ни энергии, но оно свалилось. Радость минута, и она будет наигранная, эта радость. Но вы не получите вот того спокойствия, успокоения морального, потому что вы ничего не сотворите. Я поняла, мои родители переивку принимают, как пропуск ко мне в гости, папа до последнего сопротивлялся. Теперь поняла и спокойна за них. Благодарю. Благодарю. Ребёнок болеет. В сад не может ходить на постоянной основе. А я хочу уже выйти на работу, но вынуждена сидеть дома с ним. Хочу заниматься своим развитием социальным, а не могу. Сама себя блокирую. Да, конечно. Вы сами себя блокируете. Вы не хотите, чтобы ваш ребёнок ходил в садик. Есть для этого какие-то причины. И зачем-то... Ну, есть причины не ходить на работу, есть причины, чтобы он рядом с вами сидел. И чему-то он ещё вас хочет научить. Можешь сказать, что значит, если по телу пошли жировики, что я должна понять или разобрать? Скажи, пожалуйста. Ну, это ваше непринятие тех чувств, которые вы испытываете, не разрешаете их проявить на людях. Любая проблема с кожей — это не разрешать себе быть настоящей. не разрешать себе быть собой. То есть вы на людях один человек, а внутри испытываете совершенно другие чувства. И вам нужно быть правильной, социально адаптированной, играть по каким-то правилам и так далее. И по правилам играть можно и нужно. Мы везде играем свои роли и смотрим на жизнь как на игру. И мы можем быть собой, но при этом играть разные роли. Это нормально, и это нужно и можно. Но вы испытываете дискомфорт, когда играете какую-то роль. То есть вам плохо от этого. То есть вы чувствуете одно, боль какую-то, но вам приходится улыбаться, допустим. Ну это как пример. Поэтому здесь вам нужно разобраться своими чувствами, либо уже их выпустить и стать такой, какой вы хотите, не играть эти роли, либо с кайфом наслаждаться играть роли, не испытывая дискофорт при этом, видя, что вы сейчас просто в игре. То есть представить, что вот на работу вы пришли, вы в игре, вы так играете, потому что вы создали эту работу для себя, вам по кайфу, и вы хотите вот здесь играть вот так. То есть не испытывать от этого дискомфорта, а реально войти в роль, как будто вы на сцене. То есть вам нужно снять вот это напряжение. Любые проблемы с кожей, неважно, начиная там от кожи, лица, где вы пытаетесь спрятать свое истинное лицо, да, вы там мерзкий такой, злой, а на людях такой пушинькой, либо наоборот, неважно. Ведь люди прикрывают, ну, все свои эмоции, да, из-за внутреннего какого-то там недостатка. А если вы эти еще недостатки начнете рассматривать как таланты свои, боже мой, и использовать их как таланты, эти недостатки, то все встанет на свои места.